Наш футбольный вечер продолжается. Заключительный матч четвертого тура чемпионата Лиги Бро. И закрывают его команды Снежный Барс и Акту Алтай. Выбрасывать. Футболисты Алтая. Момент, удар. И хороший шанс был у Романа Сычева. Альф на себя собрал. Чудо Яков. Турсин. Передача направо. Там Завьялов. Иванов открывается в центре. Удар. Поворотом. И угловой. Бычков на месте. Бежит Снежный Барс. Завьялов. Чудо Яков. Покроев. Вот это сейчас может шикарно все получиться. Подключает Иванова. Против него Селянинов. Иванов. Аруфинтов показал. Удар поворотом. Но Бычков на месте. Сычев. Глубоко опустился Роман Сычев. Передача неудачная. Может отдавать за разрез. Иванов убегает. И на замахе убирает. Удар. Блокирует защитники. Отбивается в этом моменте Алтай. Угловым бездарно распорядились футболисты Снежного Барса. Чудо Яков. Подача. Хорошая. Петухов. Скидка. Удар. Гол. Через рикошет. От головы Максима Полковникова. Мяч залетает. В ворота. Билия Бычкова. И Снежный Барс открывает счет сегодняшней встречи. Здесь претензии глупо предъявлять защитнику. Центральному команды Актуалтай. Чудо Якова. Ох, как Чудо Яков здесь сейчас играл. Классно обокрал. Еще и передачу выкатил Ямщикову. Ямщиков. Удар. Рикошет. Угловой. Стандартное положение для Алтая не заканчивается. Ох, какая ошибка Антонова. Завьялов. Удар. Не вышел. Не. Меняли вратарей в чемпионате. Завьялов с мячом. Хорошая передача на Ямщикова. Ямщиков. Тередача в центр. Удар. Браво. Бычков. Сколько времени у мяча? Отдача. Штрафную. Удар. Рикошет. И мяч каким-то чудом не залетает в ворота. В этом сезоне пока Снежный Барс. Ох, какой удар Романа Сычева. И на газоне оказался через розыгрыш. Налево. Новиков. Неплохо Вернигора на финтах обыграл. Подача. Удар. 1-1. Роман Сычев. Сравнивает счет сегодняшней встречи. Ну вот. Смотрим мы еще раз повтор этого момента. Да, с правого фланга. Вот здесь сразу почему-то Новикова не накрыл Вернигор. И подстраховать некому было. И передача идеальна. Здесь претензий к Кудякову, конечно же, не может быть никаких. И Джульдинов не смог здесь выручить свою команду. Еще раз смотрим. Ну и Сычев все как по учебнику делал. Хотя пальцами-то зацепился за мяч Джульдинов. Саша, привет. Какие эмоции после первого тайма? Что не так пошло сначала, что пропустили? Первые 20 минут, в принципе, играли в свой футбол. Постоянно двигались. Большое количество перемещений, открываний. Потом Алтай навязал нам свою игру. В том году Алтай играл за счет длинной передачи, за счет подборов. В принципе, ничего не изменилось. Мы почему-то начали играть в тот же самый футбол. Свалились тоже на длинные передачи. Потеряли контроль игры. Ну и вследствие пропустили гол. Я думаю, сейчас тренерский штаб найдет нужные слова, чтобы молодые футболисты не стали сваливаться на стиль Алтая. А начали продолжить играть именно в свой футбол. Контролировали мяч. Я думаю, все будет в порядке. А вот, кстати, да, ты играл в прошлом сезоне за Актуал Тай. Есть какие-то особенные чувства от матча против бывшей команды? Нет, абсолютно никаких чувств нет. Это футбол. Сегодня ты играешь за одну команду, завтра за другую. Ничего такого, даже близко не чувствую. Очередной матч. Наша задача победить, а кто у нас будет соперник, не имеет значения. Спасибо, удачи во втором тайме. Что можешь сказать после первого тайма, что не так пошло? Я считаю, игра равная, все получается. Назали им свою игру. Есть моменты, будем забивать и выигрывать. Вот много брака было. С чем это связано? Наверное, с уровнем футболистов. Хорошо, спасибо, удачи во втором тайме. Тона Киселева, только молодые игроки на замене. Давайте я вам сейчас после этой атаки Снежного Барса по заменам расскажу. Завьялов, хороший прострел, удар Иванова, выше ворот. С щитником в центральном своей команде. Мы видим, что неплохо в этом сезоне справляются Петухов и Худяков. Здесь момент, Сычев, 2-1. Грубейшая просто ошибка футболистов Снежного Барса. И Алтай выходит вперед. Смотрим мы, Джульдинов вводит мяч в игру. Вышедшего на замену Каратинского. Очень долго обрабатывал этот мяч, 17-й номер. Ну и привез, как говорится, себе гол. Петухов здесь грамотно все сделал. От Худякова ушел. Ну и Петухов там еще, Джульдинову, в основном во втором тайме. Ну вот, сегодня 50 на 50. Сычев как прошел, 3-1. Снова для своей команды сделал этот год гол. Роман Сычев. Аут. Казалось бы, ничего не предвещает беды. Но Петухов здесь проиграл борьбу Сычеву. А Вернигор не уследил за Новиковым. Да уж. Можно отдать уже в центр. Передача на Иванова. Скидка. Завьялов. Браво, Бычков. Вытащил этот мяч. И в завершении чего-то не хватает футболиста. Беликов здесь... Не долетел до мяча. Неправильно рассчитал свои силы. Удар. В перекладину мяч попадает. Услан Знакован. Здорово пробивал. Посмотреть на эту встречу. Хорошая передача. Завьялов. Завьялов. Удар. Долго. Долго готовился Владимир. Ну, соответственно, первое место у команды «Темп». Неплохо здесь Титов сыграл. И передачу классную выдал. Удар. Выше ворот заряжает Алексей Майер. Разрыв в счете. Ямщиков с левого фланга. Ямщиков. Пас на Завьялов. Завьялов подчеканил. Удар. Бычков. Ну, мяч в Бычкова здесь попал. Ну, как же красиво здесь Владимир Завьялов сыграл. Так и есть. 80 с лишним минут сыграно. Завьялов все бежит вперед и бежит. Ох, как Новиков здесь красиво обыграл. Удар. Мяч в штангу попадает. Нофлиссеева Джульдинова. Обыграли команду «Снежный Барс». Поставили задачу себе встречать соперника на их половине поля. Нашли их сильные стороны. Сказали пацанам, что надо напрягать. То есть встречать центральную зону. Центральных полузащитников, нападающих. То есть, ну, первый тайм как бы задачу свою не выполнили. В втором тайме поговорили, еще раз дали свои наставления, скажем, с главным тренером. И, как видно по результатам, сделали то, что хотели. Сложная, интересная игра была. Нам не хватило эмоций, не хватило страсти, не хватило желания. Поэтому команду «Алтай» поздравляю от души с победой. Молодцы. Они ее, ну, я не скажу, что прям заслужили, да, но они хотели больше ее сегодня. Это где-то объяснимо. Мы ребятам говорили перед игрой, что да, мы там на коне, три игры выиграли. Мы там по пять мячей забиваем, все получается, все проходит. Ну, когда такие игры случаются, сейчас наша главная задача сделать правильные выводы. Что было не так, чего не хватило. Ну, я считаю, прежде всего, это вот какие-то эмоции, что ли. То есть, когда ты забиваешь 15 голов, ты их, наверное, выплескиваешь. А потом восстановить их достаточно сложно. И вот не хватает вот этой вот жажды забить, забежать туда в штрафную, чтобы максимально быстро проатаковать. То есть, везде, везде, везде чуть-чуть не хватало. Во всех компонентах чуть-чуть нам сегодня не хватило. Ну, и, конечно, у Алтая Роман Сычев – ключевая фигура, которая делает результат практически в каждом матче. В матче прошлого тура ваша команда уже в первом тайме от Барселоны получила пять мячей. Да, сегодня фактически во втором тайме Снежному Барсу вы не дали создать ни одного опасного момента практически. Вы специально как-то наигрывали за эту неделю игру в обороне? Поговорили с ребятами, поработали над ошибками, конечно. Это не без этого. Очень плохая игра была в прошлом, соглашусь. Но поговорили в первую очередь, это самое было психологическое, психологический разговор с ребятами. Ну, и во вторую очередь это то, что на тренировках, да, отрабатывали. То есть, выход из обороны, игру в атаке также. И, в принципе, это дало свои результаты. В связи с чем были ранние замены в начале второго тайма, двойная замена? Ну, это связано, что Александр Черкасов, выходя с перерыва, сказал, что побаливает нога у него, есть дискомфорт. Мы, естественно, не стали рисковать, зачем нам. Молодой футболист, у него еще все впереди. Только 16 лет, он вот сегодня первую игру играл в основном составе. Поэтому двойная она, потому что по позициям нужно было менять лимитчика тогда. То есть, на поле должно быть 5 человек, поэтому такая двойная замена. Ну, ее не планировали, естественно, но вынужденная она. Сегодня в воротах вышел Илья Бычков. Илья Бычков играть, у вас ротация голкиперов? Ну, мы стараемся давать вратарям одинаковое количество игрового времени. То есть, Миша Житников стоит одну игру, Илья другую. То есть, в принципе, только так меняем за этого. Чтобы играли одинаковое количество времени, получали практику игровую. То есть, не так. Продолжение следует...